Отвали от моей мамы! Мы сейчас выезжаем с нашей подъездной дорожки! Быстрее, мамочка, быстрее! Вечер 4 октября 2015 года был обычным для большинства семей. Дети заканчивали делать домашнее задание, а родители готовили ужин и обсуждали планы на следующий день. Но именно этот вечер навсегда изменил жизнь семьи Люк. Дэниел и Анджела Люк познакомились, когда оба учились в университете штата Огайо. Они были женаты уже 18 лет, и у них было две дочери – 12-летняя Алекса и 9-летняя Эдисон. Семья жила в пригороде Канал Винчестер, штат Огайо. Дэниел был вице-президентом банка, а Анджела – учительницей начальной школы. Со стороны они казались совершенно нормальной семьей. Они жили в хорошем доме, дети были вежливыми, и все ходили в церковь по воскресеньям. Но жизнь Дэниела и Анджелы не была идеальной. По словам Алекса, ее родители очень часто ссорились, и ситуация постепенно ухудшалась. Другие члены семьи, а именно брат Дэниела Дэвид, знали, что супруги уже давно отдалились друг от друга. Но, насколько ему известно, они не собирались разводиться. В восемь часов вечера в службу спасения поступил ужасающий звонок от Алексы, которая умоляла полицию приехать к ней домой, поскольку она вместе с мамой и сестрой пыталась спастись от отца. Телефонный звонок, который стал вирусным в интернете после того, как был опубликован для общественности, очень тяжело слушать. И вы действительно можете почувствовать, насколько ужасающей должна была быть эта ситуация. Но каким-то образом диспетчеру удавалось сохранить спокойствие и собранность на протяжении всего разговора, задавая Алексе вопросы, чтобы держать ее на линии. 9-1-1, что у вас случилось? Мой папа очень груб с моей мамой. Что он делает? Он действительно... Он бьет мою маму и ударяет ее о пол. Сколько тебе лет? Двенадцать. Вызов поступил из дома, когда между Анджелой и Дэниелом произошла ссора. Алекса подробно рассказала диспетчеру, что ее родители сильно поссорились, и теперь ее папа очень обижает ее маму. Значит, он причиняет физическую боль вашей маме? Он бьет ее в моей кровати и оставляет ссадины на моей маме. На заднем плане были отчетливо слышны крики и вопли родителей, а также плача обеих девочек, умолявших отца оставить Анджелу в покое. Отвали от моей мамы! Кто с вами в доме? Только моя сестра, мой папа и моя мама. Мой папа бьет мою маму. Мне нужна помощь. Позже Анджела рассказала полиции, что Дэниел бил ее и пытался помешать ей уйти из-за черми в безопасное место. Непонятно, что заставило Дэниела так жестоко поступить со своей женой. Однако известно, что в тот вечер он был пьян. Под руководством диспетчера, Алекса сумела помочь маме и сестре выбраться из дома. Когда они выбежали через парадную дверь, Дэниел толкнул Анджелу на большое комнатное растение рядом с входной дверью. Она настолько сильно ударилась рукой, что Алекса сказала диспетчеру, что думает, что она сломана. Дэниел продолжал преследовать жену и дочерей, пока не пытались добраться до автомобиля Анджелы. В какой-то момент он даже набросился на Алекса. Во время интервью Дэвид выдвинул версию, объясняющую эту вспышку. Он считает, что Анджела сказала Дэниелу, что собирается забрать детей и уехать. Эта теория не совсем подтверждается тем фактом, что он пытался причинить вред Алексе. Анджелу много раз толкали на землю, когда она пыталась добраться до своей машины. И всё это Алекса подробно описывала диспетчеру. В конце концов, всем удалось сесть в машину, но это не остановило Дэниела. Согласно сообщениям, он держался за автомобиль и пытался открыть двери. Было слышно, как Алекса и Анджела кричали ему, чтобы он отошёл от машины. Он не отпускает нас! Он держит! Отойди от машины! Как только им удалось закрыть двери, Алекса сказала маме ехать быстро, и машина помчалась по длинной подъездной дорожке. Мы сейчас выезжаем с нашей подъездной дорожки! Быстрее, мамочка, быстрее! Через несколько секунд раздался ужасный стук, и все закричали. Когда Анджела начала разгоняться, Дэниел всё ещё держался за машину, и поэтому попал под колёса. Анджела сразу же остановила машину и вышла из неё. Дэниел истекал кровью на подъездной дорожке, и был совершенно неподвижен. Алекса крикнула диспетчеру, что её отец мёртв, и им срочно нужна помощь. Боже мой! Он... Он умер! Он умер! Он правда умер! Анджела отвела девочек в соседский дом, пока не ждали приезда полиции. Дэниел каким-то образом выжил, но у него были обширные травмы головы, от которых он скончался через несколько часов после того, как его доставили в больницу. Среди улик, собранных в доме, была машина Анджелы, два мобильных телефона и пропитанное кровью постельное бельё из двух спален. Всё, что они нашли, совпадалось с тем, что Алекса рассказала диспетчеру, и что Анджела рассказала полиции во время допроса. Затем Анджела была арестована и обвинена в двух уголовных преступлениях. Убийстве при отягчающих обстоятельствах и убийстве по неосторожности. Это стало ужасной новостью для её друзей и семьи, и дело вызвало много негатива в адрес полиции. Организация из Огайо, поддерживающая людей, которым причинили вред их супруге, очень критично отозвалась о реакции полиции на то, что Анджела буквально пыталась спасти свою жизнь и жизнь своих дочерей. Нэнси Нейлон, адвокат организации, сказала, что такое поведение полиции отбивает у людей желание обращаться к ним, так как это говорит жертвам, что если они обратятся, то в беде окажутся они, а не человек, причинивший им вред. Вдобавок ко всему, Анджела была отстранена от работы без сохранения заработной платы на время проведения расследования. После того, как полиция получила негативную реакцию на арест Анджелы, прокурор Грег Маркс был вынужден опубликовать пресс-релиз. Прокуратура округа Фэрфилд рассматривает недавнюю трагедию с учётом выдающейся работы и полного сотрудничества с офисом шерифа округа Фэрфилд и бюро уголовных расследований. Я уже поговорил с её адвокатом, мистером Джоном Таяком, и лично занимаюсь этим делом. После этого они отказались сообщать какие-либо подробности расследования. Школа, в которой работала Анджела, решила восстановить её на работу, сразу после того, как услышала запись звонка в 911, поскольку им было ясно, что она не сделала ничего плохого. И всего через пару дней обвинения с Анджелой были сняты, и она была отпущена на свободу. Похороны Дэниела состоялись через неделю после его смерти. На них присутствовали все его родные и друзья, включая Анджелу и их дочерей. Неоднократно говорилось, что нет никаких доказательств того, что нечто подобное когда-либо происходило раньше. По словам Дэвида, Дэниел был очень предан своей семье, и если в доме возникали какие-то проблемы, он старался решить их мирным путём. В интервью он сказал, что, по его мнению, его брат просто сорвался, и то, как он вёл себя в ту ночь, не было тем Дэниелом, которого он знал. С 2015 года об этом деле почти ничего не сообщалось, возможно, потому что семья остаётся в тени. Я думаю, что это не то дело, которое они хотели бы постоянно поднимать в СМИ. Несмотря на то, что поступок её мужа был ужасен, жить с тем, что произошло, должно быть очень тяжело для Анджелы. Я рад, что она не попала в тюрьму за то, что защищала себя. Тем более, изначально полагалось, что за смерть Дэниела она может провести в заключении не менее трёх лет. Сейчас Алексе уже 19 лет, и я надеюсь, что она и сестра живут полной жизнью. В тот день она поступила совершенно правильно, позвонив в полицию. И если бы не те подробности, которые она смогла рассказать, неясно, что случилось бы с её мамой. Даже если это был разовый случай, и Дэниел просто сорвался. Всё, что он сделал той ночью, было непростительно. Что вы думаете об этой истории? Пишите ваши ответы в комментарии, а также подписывайтесь на мой YouTube-канал и на другие социальные сети. Ссылка на них есть в описании и в закреплённом комментарии под видео. Не прощаемся!